Друзья, мы сегодня собрались, потому что мы собрались для того, чтобы высказать свою позицию. Большая благодарность всем, потому что я просто вижу вас о том, что вы перестали бояться бороться за свои права. Такая ситуация, уважаемому нашему мэру, мы надеемся, что он выйдет, примет наше обращение о том, чтобы поддержать работу предпринимателей в период ограничений, которые установлены карантином. Потому что те ограничения, которые установлены, мы все знаем, они установлены незаконно. Постановлением Кабинета Министров мы все знаем о том, что любое конституционное право может быть ограничено только законом. Это 64-я статья Конституции, введение на отвечаемое обо военного станка. Но это, как бы сказать, предыстория, все знают именно свои права. Мы просто на сегодняшний день боремся и просим нашего мэра, нашу городскую власть поддержать предпринимателей. Чтобы не кошмарили полиция, не кошмарили проверки, даже поживслужбы, а спокойно, с соблюдением санитарных норм. Мы отработали в этот период, когда у нас такие вызовы времени. Все понимают о том, что на сегодняшний день есть неравные условия. Мы уже не раз, как 300 Николаевцев, другие громадские организации, во всех наших куточках нашей краины, говорили о том, что если вводить карантин, вводить для всех. Понимаете, у нас, получается, прослеживается коррупция в государственных масштабах. Это, понимаете, один может работать, другой не может работать. Потому в Конституции предусмотрены равные условия. Если ограничивать конституционное право, его ограничивать всем. И мы, например, это наше предложение, 300 Николаевцев. Мы призываем, чтобы мэр, губернатор обратился все-таки к киевской власти. И, например, если бы полностью ограничили работу всех предпринимателей малого, среднего, большого бизнеса на неделю, на полторы, как они говорят, что у нас очень...